Размутся продемонстрировать единственный информационно-образовательный ресурс, который сделан для школьников как дополнение к образовательному процессу. Разработан в соответствии с учебными программами по учебным предметам. По каждой теме в настоящее время размещен параграф. Определены перечни знаний и умений, как ориентир, что необходимо знать и уметь после изучения этой темы. Можно прослушать видеофрагмент. После этого тест, который позволяет ответить на вопросы по этой теме, и после этого проверить выполнение. Если возникают какие-то проблемы, соответственно, проконсультироваться с учителем. В каждой теме будут размещены дополнительные материалы, которые не являются обязательными, но направлены на расширение и углубление знаний по теме. В данном случае для работы с картой формирования картографических умений. Данный ресурс разработан лучшими учителями нашей республики, и поэтому мы его расцениваем еще как методический ресурс. Он будет полезен и молодым педагогам, и бывшим студентам, и педагогам, которые уже со стажем. И самое главное, что... По всем предметам. По всем предметам. Ну, у нас еще здесь какие-то нужно сделать доработки. Первое. Мы должны сделать белорусскоязычную версию, потому что у нас есть школа, где на белорусском языке изучается. Мы к этому приступили. Кое-какие материалы будут еще дополняться, обновляться. Это тоже понятно. И в зависимости от каких-то смен методик, программ и так далее, тоже здесь будут идти обновления соответствующим образом. Для реализации воспитательного потенциала, для того, чтобы формировать гражданина страны, наряду с уже известными пособиями, которые мы переиздаем каждый год, для наших первоклассников и для наших 14-летних граждан и юных, которые получают паспорт, разработан проект «Гордость за Беларусь» совместно с Сергеем Григорьевичем Мусиенко, в котором отражены достижения нашей страны за все годы суверенитета. Показаны все отрасли, начиная от образования здравоохранения, заканчивая силовыми структурами, органами и все достижения. Позволяет формировать уважение и чувство гордости за достижения белорусского народа. В этом году мы издали вторую часть, в прошлом году была первая часть. Учителя получили пособие, в котором кроме самой информации методические рекомендации, как работать, на каких уроках использовать, как использовать на информационных числах. Ну и в этом году мы завершаем обновление содержания общего среднего образования. С 1 сентября по новым учебным программам и учебным пособиям будут учиться учащиеся уже 11 класса. Александр Григорьевич, я являюсь членом авторского коллектива по созданию учебного пособия по географии. При разработке данного учебного пособия я отвечала за его методическое обеспечение, наполнение рубриками, вопросами, заданиями и дополнительной информацией познавательного характера. Наш авторский коллектив постарался сделать информацию максимально доступной и интересной для 11-ти классников. Конечно же, мы учли и навыки интернет-навигации современной молодежи. Так, после каждого параграфа имеются QR-коды, которые позволят быстро перейти и получить необходимую информацию для наших учащихся. Дополнительно? Дополнительно, да. Если в этом возникнет необходимость. Авторы учебного пособия уделили значительное внимание рубрике «Мир и Беларусь», которая у нас идет из 10-го класса и перешла в 11-й. Убедили, что учебник и учитель, такой как вы, всегда сформирует гражданина Республики Беларусь. Спасибо. Для меня это важно. Не столько как для автора учебника, сколько в первую очередь для учителя.